Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем дисциплину современной истории Казахстана. Сегодня у нас четвертая тема – реализация советской модели государственного строительства. Нам необходимо рассмотреть темы вопросов, с которыми вы ознакомитесь. В моменты становления молодой Советской Республики, проблемы, с которыми она столкнулась, именно в это время были заложены основы экономического дальнейшего развития Казахстана, системы образования. Эти события произвели большое влияние на демографическую ситуацию в Казахстане, на культурное, научное развитие Казахстана в дальнейшем. После победы в Гражданской войне, молодая Советская Республика нуждалась в восстановлении разрушенного хозяйства. После двух революций, последствий Первой мировой войны, Гражданской войны, разрушенная экономика Советского государства нуждалась в новых экономических преобразованиях. К тому возросло недовольство населения. В 10 съезде, в марте 1921 года, было принято решение о переходе к новой экономической политике, в результате которой, когда разворку заменили на продналог, была отменена трудовая появленность, разрешалась свобода торговли, аренда земли, разрешался наемный труд, поощрялось развитие кооперации и использовался ход расчета. Противоречия были в этой экономической политике, так как, по своей сути, это было возвращение к рыночным отношениям, которые были до революции 1917 года. И, конечно, несколько противоречило общим принципам политики большевиков, коммунистической партии. Но, несмотря на это, мероприятия Советского государства принесли большие пользы. В это же время, наряду с экономическими преобразованиями, строилась новая культурная, духовная структура Советского общества. Параллельно разрушались храмы, были уничтожены монастыри, церкви, мечети. Многие из них превратились в камушни, в торговые лавки, в госпитали, в столовую. Итоги новой экономической политики принесли большие результаты. В результате страна вошел из экономического кризиса, в рост национальный доход, в рост сельскохозяйственного производства, также восстановились судоходства на реках Иртыш, Урал, Царьбарья, увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Общее количество скота превысило 30 миллионов голов. Постепенно восстановилась промышленность, доработали предприятия по переработке сырья, стало увеличиваться добыча нефти и злота. Производство нефти вросло по сравнению с 2013 годом в два раза. Была выпущена железнодорожная линия Петропавловского, считал, Борная, Алла-Атан. Заметно увеличилось число рабочих. В 1927 году их насчитывалось 62 тысячи. Каждый пятый рабочий был представителем казахского народа. И вот вы видите итоги НЭПа. К 1928 году восстановление промышленности Казахстана было уже явным. Посевные площади и поголовье скота достигли уровня до Первой мировой войны. Но, как я уже сказала, политика НЭПа противоречила общим тенденциям развития коммунистического общества. Поэтому после смерти Ленина, который произошел в 1924 году, в результате политической борьбы, к власти пришел Иосиф Виссарионович Рукашвили, Сталин. И на 11 съезде было решено перейти на политику индустриализации. Это процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства. Попросту говоря, превращение сельскохозяйственного и аграрного государства в промышленно развитую. Вот вы видите, какие цели преследуем в СССР. Это, конечно же, ликвидация отсталости, техника экономической, достижение экономической независимости, улучшение технической базы сельского хозяйства, развитие новых отраслей промышленности и особенно создание мощного военно-промышленного комплекса. Индустриализация Казахстана началась с изучения природных ресурсов. Это экспедиция Губкина, Курнакова, Садпаева. Индустриализация Казахстана отличалась от других регионов СССР. Она, конечно же, вся шла через указы, которые шли из центральных органов власти. Ударными темпами осваивались источники сырья. Казахстане не было еще квалифицированных кадров, поэтому специалисты приезжали из нее. В основном из России, Украины. Шел большой рой городов. Бывшие маленькие рабочие города превратились в крупные промышленные центры. Такие как Тимиртау, Караганда, Ахтюбея, Ритара, Зеревяновска и другие. Формируется национальный рабочий класс. В результате индустриализации, которая, к сожалению, имела сырьевую направленность, несмотря на свое бурное развитие. Были достигнуты определенные итоги. Так, например, развивается на территории Казахстана железнодорожный транспорт. Один из известных, это же, конечно, строительство Туркестано-Сибирской железной дороги. Вот данные, которые вы здесь ярко видите. В итоге, индустриализация Казахстана привела к таким результатам, что Казахстан стал по добыче нефти свинца на первое место. Здесь очень наглядно видно. Цветные металлы, второе. Добыча угля и нефти на третье место после России и Украины. На шестое место по выработке электроэнергии. На седьмое место по валовому выпуску промышленной продукции. Были построены железные дороги протяженностью 1445 км. Построен деплогинный завод на Бахаше. Карагандинский угольный бассейн разрабатывался большими темпами. Шенкенский свинцовый завод. Вошел в строй такие крупные високонсердные комбинаты в Симе-Палатинске. Также промышленные предприятия в Аккебе, в Финвертау, в Алма-Ате и в других городах Казахстана. Политика индустриализации, массовый большой рост промышленности требовал больших вложений. И, конечно же, эти вливания брались из сельского хозяйства. И на 15 съезде партии было решено перейти на курс коллективизации. В Казахстане эта политика называется «Политика Малого Октября», идеологом которого стал Филипп Галащокин, бывший руководителем Казы Ревкуна с 1925 по 1933 год. Именно с этим человеком связана трагическая страница в истории казахского народа. Какие цели преследовала коллективизация? Ликвидация кулачества как класса, перекачку средств из аграрных секторов в промышленные, преодоление зависимости государства от единоличных крестьянских хозяйств, обеспечение промышленности рабочей силой за счет ухода крестьян из деревни. Причинами считаются хребный кризис в 1927-1928 годах, применение работников аппарата ЦК ВКПК централизованному руководству всеми отраслями экономики. Сервая коллективизация, которая уничтожила традиционное хозяйство кочевников, которые на протяжении 3000 лет занимались кочевым скотоводством, привела к полному оседанию и уничтожению этого вида хозяйства на территории Казахстана. Конечно же, кочевники не могли безответно выполнять и принимать эту политику. На территории Казахстана в годы коллективизации произошло 372 крупных восстания. Это прежде всего в Алматинской области, в Актюбинском, у нас вот этот центр Иргиз, Кустанайский округ под Паккара, Сырдаринском округе, в Устангахстане, также в Зырянске, Усть-Каменогорске, Катон-Карагайском районе Крестьяне выступали против насильственной коллективизации. Когда говорят о перегибах, в годы коллективизации якобы наверху не было известно о том, что происходит в нашей стране, в нашей республике. На самом деле, видные представители казахской интеллигенции не раз обращались официально к правительству. Это вам известно письмо Пяти, обращенное Голощокину. Также в марте 1933 года Рыскулов написал письмо Сталину, в котором разъяснял трагическую обстановку республики. А несмотря на это, за эти годы 1929-1931 года 5551 человек были арестованы. Из них 883 человека были расстреляны. Всего в этот период более 100 тысяч человек были репрессированы и уничтожены. Итоги и последствия коллективизации. Те цели, которые были поставлены, были достигнуты. Слово житочных крестьян был уничтожен. Частного сектора в сельском хозяйстве тоже не стало. Крестьяне были отчуждены от земли. И это все привело к замедлению темпов роста сельскохозяйственного производства. Конечно же, черной страницей легло на народ Казахстана. Это время. В результате погибло от голода в годы коллективизации 2 миллиона 100 тысяч жителей республики. Также за пределы республики откочевали миллион человек, более 600 тысяч из них безвозвратно. Из 40,5 миллионов голов в Катан на 1 января 1933 года в республике всего лишь насчитывалось 4,5 миллиона. В эти же годы параллельно с индустриализацией, коллективизацией советская власть превратила нашу республику в тюремно-лагерный застенок. И не только нашу республику, но в принципе на всей территории Советского Союза размещались лагеря такой структуры, как ГУАК главного управления лагерей. Крупные лагеря Казахстана это Карагандинский лагерь, Стекной лагерь, Алжир и другие. На это время около 110 тысяч человек в Казахстане были подвержены репрессиям, 25 тысяч были расстреляны. Вся казахская интеллигенция в это время была уничтожена, среди них представители Алашского движения, также сторонники и представители Советской интеллигенции Раскулов, Нурмак, Худжан и другие. Вот это документ архива показывает какие категории заключенных находились в наших лагерях. И цифры такое огромное количество людей, которые в основе своей были безвинно осуждены. В целом почти более 2,5 миллиона человек. Как же в это время начинается политика депортации целых народов с исторической земли на территорию Казахстана. Здесь приведена таблица какие народы и в какие годы, в каком количестве были депортированы в Казахстан. Корейцы, немцы, финны, румыны, калмыки, карачаицы, чеченые, ингуши, балкарцы, крымские, татары, турки, носикатинцы и другие народности. Казахстанский народ благодаря своему гостеприимству и большому сердцу принял представителей других национальностей и всеми усилиями они вместе смогли пережить эти трудные годы своей истории. Мы, несмотря на драгизм всего этого периода, были положительные стороны, если можно так сказать, советская власть предзакласть понимала, что им нужна новая интеллигенция своя, те люди, которые будут воспитаны именно на догмах коммунистических идей, и в это время активно начинается борьба с безграмотностью. Поэтому на этой схеме вы видите итоги этой борьбы создавались повсеместно пункты ликбеза, кружки, избы, читания, рабочие факультеты, открывались на территории Казахстана в это время первые вузы в 1928 годы институт Абая, в 1931 годы ветеринарно-зоотехнические, сельскохозяйственные, медицинские институты, пединституты, в Уральске, Казаларде, Алма-Ате, в 1934 году открылся государственный университет имени Кирова, в 1930 годы учительские институты, в Уральске, Сенепалатинске, Петропавловске, Чемкинке, Акчелпинске и других городах. В это время творили таланты представителей казахского народа, открываются театры в Казаларде в 1926 году, Валмателы Курский музыкальный драматический театр, Корейский театр, узбекский, татарский, развивается кино, в 1934 году открыта студия хроникальных фильмов, в 1938 году выходит первый художественный фильм, в Куре Мангильке, главный роль, в которой сыграли Куляжи Басеитова, первый наш режиссер-постановщик Джумат Шанин, творили Шара Женкова, это первый паритмейстер, хореограф казахский и, конечно же, поэт Джабул Джабаев. Также можно назвать Куркумабика Жандарбекова, который сыграл также в фильме о Майриде. Творил в это время Ахмед Жубанов, композитор, основоположник оркестра национальных инструментов, прославился своим талантом Амрек Ашалбаев и, надо отметить, деятельность Александра Затаевича, который собрал, изучал музыкальную культуру казахского народа. И, отвечая на последние вопросы нашей лекции, я хотела бы предоставить вам видео, которое кратко вам расскажет о роли и вкладе Казахской республики в победу в Великой Отечественной войне. Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 В декабре 1940 года в Германии был разработан план по захвату СССР План Барбаросса по которому на территории СССР предполагалось создать рейх комиссариаты призванные рабским трудом обеспечивать сырьем и продовольствием Великую Германскую империю. Казахская СССР должна была стать составной частью Большого Туркестана включавшего кроме Казахстана Среднюю Азию Татарию Баштирию Азербайджан Северный Кавказ Крым Синьцзян Северную часть Афганистана 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно без объявления войны напала на нашу родину Фашистские поучища торглись на территорию советского государства Начавшаяся война всколыхнула всю страну в том числе и казахстанцев Ярким проявлением патриотизма народа были заявления трудящихся о добровольном вступлении в ряды защитников Родины Казахской СССР были сформированы обучены и отправлены на фронт 14 стрелковых и кавалерийских дивизий 6 бригад Формируемые военные подразделения были многонациональными Каждый пятый казахстанец шел на фронт Всего их было 1 миллион 196 тысяч 164 человека Более 700 тысяч трудящихся Казахстана были мобилизованы в трудовые армии которые трудились на объектах оборонного значения Урала Сибири Уже на третий день после вероломного нападения фашистов состоялся внеочередной пленум Центрального комитета Бомбартии Казахстана Пленум решил перестроить всю работу в республике на военный лад Все для фронта Все для победы Непрерывным потоком шла для фронта медь Жасказгана и Болташа 7 из 10 пуль выпущенных по врагу были отбиты из казахстанского света Наращивали мощь нефтепромыслы Эмбы Ведь фашисты угрожали Северному Кавказу Добыча нефти увеличилась на 180 тысяч тонн Республика дала 46 миллионов тонн угля Колхозники республики в эти годы трудились с особым старанием Для фронта было поставлено тысячи тонн животноводческой продукции Наша республика произвела в годы войны 360 миллионов кудов левого 734 тысячи тонн мяса она давала хлопок картофель овощи риф С первых же дней войны на всех фронтах советские воины в рядах которых сражались тысячи казахстанцев вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками Среди защитников Брестской крепости были казахстанцы Курсов Турдыев Чултуров Советские вооруженные силы выстояли сумели мобилизоваться и нанести врагу первое крупное поражение под Москвой Значительный вклад в победу внесла прославленная 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панхилова сформированная в Алмате С 26 октября по 18 ноября дивизия мужественно сражалась с врагом под Москвой Дивизия вела ожесточенные бои четыре раза превосходящими силами противника Невероятное мужество проявили Мумушула Токтаров группа истребителей танков у разъезда Дубосекова 18 ноября пал смертво храбрый генерал Панхилов Третья часть казахстанских войск и формирований воевала у стен Ленинграда 310-я и 314-я стрелковые дивизии сформированные в Казахстане участвовали в освобождении 22 населенных пунктов Ленинградской области отличились в боях снайпер Шенебеков командир дивизиона аэростатов Джелькишев Подвиг Матросова повторил Баймагамбетов Летом 1942 года ожесточенные бои развернулись под Сталинградом Военных действий Сталинградского фронта принимали участие ополченцы Западно-Казахстанской области 10 сентября 1942 года появился первый вражеский самолет над Бурьевым 16 сентября в Западно-Казахстанской области введено военное положение В боях под Сталинградом сражались герои казахстанцы сын великого Афына Жамбыла Алгадай полковник Гани Сапиуллин летчик Нуркен Абдиров минометчик Корсебай Спатаев под полковник Позолотин За массовый героизм и выполнение боевых задач многие сформированные в Казахстане соединения и части были награждены орденами Советского Союза Дважды звания Герой Советского Союза были удостойны летчики-штурмовики Бигельдинов Беда и Павлов совершившие свыше 200 боевых вылетов уничтожившие в воздухе и на земле более десятки самолетов Дважды Герой Советского Союза истребитель Луганский лично сбил 37 и в групповых боях еще 6 самолетов противника Трижды Герой Советского Союза Кожедух Первыми женщинами Советского Востока награжденными орденами Ленина и медалью Золотая Звезда стали девушки-казашки Маншук Маметова пулеметчица 100-й казахской национальной стрелковой бригады и Альяма Молдогулова снайпер 54-й стрелковой бригады Они обе сражались и погибли уничтожив более сотни фашистов 96 638 человек награждены орденами и медалями Советского Союза 603 тысячи казахстанцев не вернулись с войны В годы войны шла массовая миграция населения Республика приняла более 532 тысячи эвакуированных Накануне войны в Казахстан было депортировано 102 тысячи поляков В административном порядке в РСФСР была ликвидирована немецкая автономная область и 360 тысяч немцев при Волжье переселено в Казахстан Та же участь постигла карачаевцев ингуши чеченцев балкар кримских татар турок месхитинцев На территории КАЗ СССР на 1 октября 1946 года было размещено 890 тысяч 698 человек переселенцев Тысячи ополченцев Казахстана шли в бой за освобождение Украины Белоруссии Прибалтийских республик Молдавии Героизм и отвагу они проявили при форсировании Днепра Десны Припяти Западной Двины Более трех с половиной тысяч казахстанцев участвовали в освобождении страны в рядах партизан Герои Советского Союза Егоров и Хусаинов прославили себя участием в движении сопротивления зарубежных стран После победы над фашисткой Германией в составе советских войск казахстанцы сражались с квантунской армии Разрешите на этом закончить лекцию литературы предоставленной к данной теме и вопросы для закрепления Прошу для того чтобы усилить Ваше знание Может быть у Вас вопросы свои появятся но ответить на данные вопросы Спасибо за внимание До свидания До свидания